Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. Приступаем к работе по монтажу крыши. В данном видеоролике покажем все детали. Первое – это сборка стропильной фермы, подготовительные работы, монтаж изоляционных слоев, ну и, соответственно, монтаж самого крольного покрытия. Данный объект у нас достаточно сложный, скажу откровенно. Крыша имеет сложные формы, поэтому будет очень интересно. Ну, а в настоящее время осуществляем подготовительные работы. Сейчас вот с парнями изучаем непосредственно последние детали проекта. Подготовили вот здесь на 3D-визуализации, видно красным обозначено. У нас вот такая вот металлическая конструкция, которая устанавливается уже на стены. И на нее будет передаваться у нас весовая нагрузка непосредственно со стропильной фермы. Кран у нас уже находится на площадке. Сейчас, как я уже сказал, последние подготовительные работы выполняем. Обвариваем швы с внутренней стороны, соответственно, снизу. Сначала мы из боков проварили сверху, теперь краном перевернули конструкцию. И, соответственно, выполняем последующие работы. Ну, и параллельно металлоконструкцию, чтобы защитить от воздействия коррозии, уже покрыли специальной краской 3-в-1, грунт-эмаль по ржавчине. И в ближайшее время будем поднимать эту конструкцию уже непосредственно на сам дом. Друзья, металлическую конструкцию, которую мы сварили, подняли с помощью крана. В настоящее время ее закрепили с помощью арматуры. Вот здесь вот у нас идет армопояс. Установили арматуру с помощью химанкера. И конструкцию приварили непосредственно к арматуре. Все выполнили по проекту. Конструкция данная у нас заложена в проект. На нее будет распределяться весовая нагрузка от кровли. И непосредственно на нее будет уже распределяться нагрузка от перекрытия. Вот еще одна точка крепления. Все точки у нас обозначены в проектной документации. Вот так вот все это дело у нас выглядит. Ну и также начали уже монтировать мурлат. Для сборки мурлата используем доску 50 на 150. Между досками прокладываем обязательно джут. Ну и также по армированию у нас идет рубероид. Друзья, ну что ж, продолжаем вести работы на данном объекте. В настоящее время сборку и монтаж мурлата мы закончили. Приступили к следующему этапу. Это монтаж, соответственно, и сборка стропильной системы. На одном участке, на небольшом, мы уже установили, закрепили стропила. И далее на другом участке крыши, пока их временно, выставляем, примеряем. И далее будем также собирать и монтировать. Сейчас вам покажу детали. Вот здесь вот у нас имеется вот такая вот стропильная, сдвоенная на хребте. Как мы ее собирали, согласно проекта, применяются у нас две доски 50 на 200. Между досок обязательно уложили джут. Вот он видим. Вот здесь вот зазори он у нас есть. Для того, чтобы не было никаких мостиков холода. Набираем доску и стягиваем с помощью гвоздей, как у нас показано в проектной документации. Вот в таком вот шахматном порядке. Одна башня у нас почти готова. Сейчас мы еще проверим все размеры. Такое вот у нас получилось основание. Как мы крепили непосредственно сами стропила. Применяем конструкционные саморезы с такой вот тарелочкой. Предварительно делаем небольшую выборку. Ну а далее, соответственно, притягиваем саморез. Таким вот образом он у нас плотно и надежно стянут. Ну и вот здесь вот собрали небольшую такую вот часть опорную. И к ней сейчас уже начинаем примерять стропилы. Друзья, ну потихонечку продвигаемся. Вот здесь вот прогон, как я уже показывал, у нас смонтирован. Ну и здесь вот самый такой ответственный момент. Это у нас идет непосредственно, вот она, хребтовая стропила. Ее нужно правильно выставить и, как я говорил, подогнать. В чем заключается вообще сложность. У нас здесь скат разноуклонный. Это у нас вальма. С одной стороны скат 40 градусов. Здесь у нас скат 22 градуса. Для того, чтобы у нас на карнизном свесе все это дело сошлось, лобовая вышла в один уровень у карнизного свеса, нужно правильно обязательно выставить вот эту вот хребтовую стропилу. И к ней уже мы начинаем вязать основные стропилы по скату. Вот здесь вот они закреплены у нас. В чем заключается сложность? Это правильно выбрать место, рассчитать место установки, на каком расстоянии от угла наружного дома и в какую сторону ее нужно сместить, чтобы у нас все градусы на двух скатах совпали. Также обязательно, когда у нас вальма имеет разный уклон, у нас, так или иначе, один мурлат будет ниже, другой мурлат будет выше. Но к мурлату я еще подойду и покажу вам детально. А сейчас на этом участке крыши мы занимаемся непосредственно подгонкой стропил. Ну и продолжаем производство монтажа. Подрезаем, подгоняем, соответственно, стропилы. И сейчас уже начнем ее устанавливать на место, как говорится, примерять. Пяточка здесь у нас получилась достаточно небольшая. Ну, опять же, подгоняли вальму. Выставляем, соответственно, саму стропилу. Крепим с помощью дистанционного самореза с головкой в виде тарелочки. Для того, чтобы у нас все стропилы шли в один уровень, не было перепадов, натягиваем шнурку. Вот видно красным цветом здесь цветная нитка у нас натянута. Параллельно приходится еще выполнять кое-какие работы покладки. Есть небольшие недосчеты после сборки стен. Ну, и, соответственно, два конструкционных самореза пока наживляем вот в это место. И сейчас уже проверим полностью уровень нашей стропилы будущей. Делаем, как я уже сказал, контрольные замеры. И также размечаем место монтажа следующей стропилы. На этом участке, пока мы выполнили вот такие вот работы, закончили также прогон на этой части крыши. Выставили здесь одну стропилу. Как раз на хребте. Здесь на хребте уже тоже у нас стропила смонтирована. Ну, и сейчас я спущусь вниз и покажу, собственно, вам детали работ, которые мы уже выполнили на гараже. Спустился вниз, обещал показать гараж. Здесь мы сборку стропильной формы практически закончили. Остаются небольшие детали. Сейчас тоже покажу их. Здесь у нас тоже идет разлуклонная вальма. Обратите внимание, какой здесь высокий. Мы выполнили маурлат. Вышли на необходимый градус по скату, согласно проекта. И что необходимо еще было сделать, это чтобы у нас лобовая доска, вот, видимо, вышла на один уровень. Несмотря на то, что у нас вальма разноуклонная. И вот на этом участке отлично видно разницу по высоте, соответственно, мурлата. На этом скате и на следующем. Но за счет вот этой вот игры высотой мурлата и правильной установки хребтовой стропила у нас, соответственно, лобовая вышла полностью в один уровень. Сейчас вам покажу вальмы. Ну и здесь, соответственно, скат у нас тоже полностью совпал в один уровень. Вот на этом участке уже начали монтировать опорную доску. Здесь утепление на гараже будет выполнено по скату. Ну и, собственно, вот монтаж опорной доски. Там еще пока не приступали. Вот на этой части тоже наблюдаем опорную доску. И вот здесь вот идет такой вот интересный участок крыши. Пока стоит временная опора. Здесь у нас свес выходит соответственно за пределы стены. Имеется башня. Вот такая вот радиусная форма. Как мы здесь закрепили стропила и почему еще не убрали вот эту вот временную подпорку. Как видим на радиусе непосредственно самой башни они у нас еще не закреплены. Будем их крепить в процессе. Ну, а здесь уже поставили вот такие вспомогательные балки. Связали их с основной стропильной фермой. Вот эти вот соединения пролили также пурклеем и стянули с помощью конструкционного самореза. Ну, остаются на данном участке пока небольшие доработки. Как я сказал закрепить вот эти вот стропила на радиусе к самой башне. И кое-где остались плотницкие работы это добавить опорную доску. пока вот такие вот работы мы выполнили. Ну, соответственно по мере продвижения будем показывать все этапы. Друзья, вот такой вот у нас сейчас вид дома земли. Уже вырисовывается будущая крыша. Задняя башня, передняя башня остается плотницкая работа. Вот здесь вот у нас такие окна переходят соответственно радиус образуется с левой стороны и с правой. Ну, остаются еще плотницкие работы по мере продвижения. Покажем обязательно все узлы как выполним монтаж стропил. Ну, а в данный момент вот такие вот работы мы провели и уже картинка дома она стала вырисовываться. В настоящее время мы выполнили монтаж стропильной фирмы почти завершили все плотницкие работы и приступили к монтажу подкроенной гидроизоляции. Вот так у нас выглядит сейчас крыша земли. Сейчас мы поднимемся наверх и я вам покажу все детали. Друзья, поднялся вовнутрь помещения будущей мансарды и начну свой обзор непосредственно изнутри будущей мансарды. На данной крыше у нас имеются вот такие вот радиусные элементы. Сейчас уже понятно. Здесь у нас сформирован будущий оконный проем. Окно у нас заходит в скат. таким вот образом у нас получаются такие вот небольшие дормерные конструкции, которые образуют еще дополнительно две индовы слева и справа. Как мы их собираем? Делаются вот такие вот заготовки из листа фанеры толщиной 18 миллиметров. Далее заготовки склеиваются и протягиваются саморезами между собой. В итоге у нас получились вот такие силовые элементы, которым мы уже начинаем завязывать стропила. Сверху дормера ставим вспомогательную балку. Она у нас идет сдвоенная. На нее уже упираем стропила и соответственно формируем сам дормер радиусной формы. В стропилах обязательно делаются вот такие запилы. Выбирается четверть. Здесь хорошо видно. И уже в четверть мы вставляем силовую конструкцию из фанеры. Вот так выглядит. Таких у нас элементов на доме несколько. Здесь видим производство данных работ. Что еще хочется сказать. Обратите внимание сверху у нас имеется сплошной настил. Его выполняем из доски. Доска у нас здесь на объекте была 150. Мы ее предварительно распускаем и из небольших вот таких фрагментов у нас складывается уже радиус. Как я уже сказал здесь небольшой участок виден. Приступили к монтажу подкроенной изоляции. Вот здесь уже изоляция смонтирована. Здесь вот еще видим просвет. У нас встанем работы монтажа изоляции. И вот еще одно у нас помещение где имеется дурмер такой вот формы. Вот соответственно сплошная обрешетка выполненная из небольших фрагментов. и собственно она у нас является сплошным настилом по которой мы уже выполняем устройство подкроенной изоляции. Далее со стороны уже помещения мы приступим к устройству теплоизоляции. Но об этом поговорим отдельно и обязательно расскажем как мы будем здесь выполнять устройство теплоизоляции. Ну что пойдемте на крышу. Армирование которое выполнено. Ну и соответственно мурлат который мы выполнили из доски набрав сечение мурлата 150 на 150 далее на стропилах зарезается пяточка здесь это видно сейчас подойду поближе зарезается непосредственно пятка вот в этом месте и таким вот образом стропила у нас имеет упор на мурлат как мы крепим никаких уголков мы здесь не используем применяем вот такой вот конструкционный саморез шляпка тарелочка так называемая которая у нас обеспечивает абсолютно надежную фиксацию стропилы к мурлату ну и соответственно мурлат уже об этом говорили крепили с помощью шпилек и химического анкера поскольку здесь мы добавляли количество шпилек ну так получилось строители которые заливали армирование они установили их с достаточно большим шагом мы перестраховались добавили точки крепления с помощью химического анкера вот здесь вот как раз у нас имеется небольшой дормер видно как с крыши мы его собирали то есть напиливали доску и небольшими частями уже прикручивали доску к нашему основанию из фанеры сформировали вот такой вот сплошной настил по которому уже будем выполнять устройство подкроенной изоляции на данном участке кровли мы уже приступили к монтажу подкроенной изоляции как ее монтируем применяем в качестве подкроенной изоляции вот такой материал очень нравится в работе это у нас дельта xx плюс стронг материал имеет интегрированную клеевую полосу здесь вот она которая обеспечивает качественное соединение полотен между собой в местах перехлестов конечно в таких местах мы еще будем использовать мультибенд где у нас нету интегрированной полоски ну а так вот покажу даже соединение здесь она у нас полностью сформирована вот интегрированная полоса имеется на нижнем полотне материала и соответственно на верхнем таким вот образом абсолютно надежное соединение получается клеевые полосы находят друг на друга и оторвать уже без порчи материала в таких местах ну невозможно откровенно то есть очень качественное соединение вышло крепим контур брус традиционно с помощью конструкционных саморезов головка на торакс шаг крепления согласно СП через каждые 35 сантиметров и в местах крепления контур бруса у нас везде имеется уплотнительная лента шаобэнд для чего она нужна во первых мы ей перекрываем скобы клеим ее непосредственно непосредственно на стропила где собственно у нас была скоба установлена в процессе когда мы монтировали пленку ну и далее прижимаем соответственно ее контур брусом вот такие вот места крепления и скобы у нас перекрыты с помощью уплотнительной ленты если даже в процессе выполнения строительных работ у нас пойдет дождь то мы не будем переживать за открытые скобы и за вот такие вот места крепления контур бруса поскольку при таком исполнении они являются абсолютно герметичными ну опять же если все правильно сделать по технологии вот здесь вот выполняем также монтаж подкровенной изоляции так друзья перешел на другой скат крыши вот здесь вот уже видно что мы приступили к монтажу обрешетки непосредственно силовой ну и далее будем уже монтировать на данную обрешетку ОСП вот здесь вот пока у нас выполнены промежуточные работы основной скат мы завели начали формировать яндову видим да и остается выполнить только работы по устройству у нас подкровенной изоляции непосредственно на самом дормере вот такая вот у нас башня здесь как я показывал и к ней у нас имеется примыкание ската как мы выполняем применяем дельта тан соответственно заводим пленку непосредственно на стену и вот таким вот способом ее приклеиваем непосредственно к стене данной башни соединение получается очень герметичным ну естественно герметик нужно накладывать жгутиком и на таких местах экономить ни в коем случае не стоит отбортовку видно подняли высоко для того чтобы если какой-то будет конденсат у нас он соответственно упирался непосредственно в башню пленка как я уже сказал поднята ну и здесь будет обеспечен хороший сток воды друзья вот такие вот работы мы выполнили в настоящее время как будем продвигаться будем соответственно показывать вам ход выполнения наших работ всем пока до скорых встреч